Всем добрый день! Я смотрю, что несмотря на воскресенье, несмотря на середину дня, для меня, для кого-то это утро, судя по количеству участников. У нас здесь разные часовые пояса представлены, и Якутск, и Болгария. Поэтому приветствую всех. Напишите, как меня видно, как слышно. Если все будет хорошо, то, соответственно, я думаю, мы с вами сразу же и начнем наш сегодняшний вебинар, посвященный симптомам нижних мочевых путей. Что, где, когда? Знаменитая игра, которая послужила действительно, может быть, преамбулой для такого сложного, с одной стороны, вопроса как симптомы нижних мочевых путей, но в том числе, естественно, есть определенные нюансы, на которые стоит обратить внимание. Ага, вижу, что плюсики поставили, соответственно, значит, меня видно и слышно хорошо. Так вот, зовут меня Королёв Александр Юрьевич. Я практикующий врач-онколог, практикующий врач-уролог, и в настоящее время занимаюсь вопросами превентивной медицины. Почему превентивная медицина? Ну, вопрос, конечно же, многогранный. И сказать о том, что я за превентивную медицину и против официальной медицины, естественно, я так говорить не буду. Я прекрасно понимаю о том, что любые возможности помочь пациенту должны лежать в основе деятельности врача. Вот я и как раз этим принципом и руководствуюсь. Мне самое главное – это излечить пациента, помочь пациенту там, где я не могу его вылечить полностью. Вы сами понимаете, что хронические заболевания у нас с вами, у взрослых пациентов уже вылечить практически невозможно. Но помочь пациенту чувствовать достаточно долго себя здоровым и не обращать внимания на различные хронические заболевания – вот это в наших силах. Если мы будем совмещать знания и превентивной, и народной, и официальной медицины, использовать и официальные лекарственные препараты, использовать биологически активные добавки с доказанной эффективностью, но, естественно, наши пациенты, и если нас смотрят пациенты, то, соответственно, и вы, мои дорогие, будете чувствовать себя намного лучше. Итак, переходим непосредственно к тематике, к сегодняшней нашей тематике. И, естественно, во главе угла будет стоять, естественно, его величество цистит. Почему его величество? Потому что достаточно легкое заболевание, которое у каких-то пациенток или пациентов, мужчины тоже страдают острым циститом, хотя очень часто это все укладывается в клинику простатита. Но воспаление стенки мочевого пузыря, конечно, наиболее частая проблема у женщины. И часть женщин встречается один раз с циститом и забывают об этом на всю свою жизнь. А другая часть женщины, и таких женщин достаточно много, они страдают длительное время и лечатся длительно и безуспешно. И вот, конечно же, основной тематикой сегодня будет как раз явление цистита. Поэтому и его величество, потому что с ним нужно только на вы, особенно если это рецидивирующий цистит. И мы с вами поговорим, как все это можно различить. Лекция в основном, конечно же, будет нацелена на пациентов, на натуропатов. Если у нас присутствуют врачи, отлично. Если буду полезен вам и поделюсь какими-то новыми данными, ну что ж, будет вообще тогда замечательно. В основе все-таки будут пациенты со знакомительной целью. Так вот, мочевой пузырь. Очень простой на самом деле в строении орган. Состоит из трех стенок. Первая стенка – это слизистый слой, как раз воспаление вот этого слизистого слоя. И называется цистит. Дальше идет мышечный слой. И запомните, он называется детрузор. Потому что далее я периодически буду говорить это слово. И чтобы вам было понятно о том, что детрузор – это мышечный слой мочевого пузыря. Ну и сверху располагается соединительный тканный слой, который защищает мышечный слой от воздействия различных других неблагоприятных факторов. Соответственно, моча накопилась в мочевом пузыре. Примерно это 300 мл возник позыв на мочеиспускание. При 500 мл позыв уже достаточно нестерпимый. То есть терпеть позыв уже невозможно. Это уже нужно обязательно идти в туалет. Эти цифры тоже потом поймете, для чего сейчас говорю. Соответственно, мочевой пузырь понимает, что нужно изгнать мочу из мочевого пузыря, для того чтобы освободиться. И по уретре моча выходит наружу. Так происходит акт мочеиспускания. Имеется сфинктер. У мужчины имеется и второй сфинктер поперечно-полосатый. Но нас сегодня будет интересовать в основном вот этот сфинктер, который находится в шейке мочевого пузыря. Соответственно, этот сфинктер расслабляется. Мочевой пузырь сокращается. То есть сокращение детрузера приводит к расслаблению сфинктера и возникает само по себе мочеиспускание. Учитывая, что у нас уже два компонента, это сфинктер и детрузер, сами понимаете, что они могут с собой не ладить. Соответственно, детрузер может сокращаться медленно. Он может быть ленивым. И это так будет называться гипоактивный мочевой пузырь. Гипо – это снижение. Если он будет, наоборот, хотеть постоянно работать, это будет гиперактивный мочевой пузырь. Но если сфинктер при сокращении мочевого пузыря всегда будет расслабляться, ну и отлично. Но если же, скажем так, мочевой пузырь хочет сократиться, а сфинктер не расслабляется, то у нас возникает задержка мочеиспускания. В случае же, если сфинктер не работает сам по себе, то у нас будет подтекание мочи. Вот все, в принципе, очень просто. И переходим дальше. Уже непосредственно к самому по себе мочевому пузырю. Обратите внимание. Здесь не все даже перечисленные, а наиболее часто встречающиеся причины для нарушения акта мочеиспускания. Почему я и нашу с вами сегодняшнюю беседу назвал симптомы нижних мочевых путей, а именно они цистит. Потому что очень часто ко мне обращаются женщины, у которых абсолютно отсутствуют признаки цистита, но у них имеются проблемы с симптомами нижних мочевых путей. А их лечат как от цистита. У них есть учащенное срезе мочеиспускания, но при этом цистита не бывает. Но врачи-урологи, либо любые другие врачи назначают им антибактериальные препараты, которые бедные и несчастные эти женщины принимают иногда постоянно длительный период времени. Нарушается микробиота кишечника, соответственно, возникает куча других проблем, уже не связанных с самим циститом, а нарушение акта мочеиспускания не восстанавливается. Либо бывает небольшое улучшение при этом, но вот нормального такого хорошего акта мочеиспускания, когда мочевой пузырь сигнализирует, я хочу опорожниться, вы идете в туалет, опорожняетесь и до следующего момента забываете. Вот такого очень часто не бывает. И я еще раз повторяю, что это не всегда именно сам по себе цистит. Клинические проявления, да, такие же, как у цистита, а дальше нужно смотреть. Так какие же эти факторы? Но здесь буду вскользь упоминать точно так же о мужчинах, потому что я понимаю, что смотрят женщины, у которых есть мужья, у которых точно так же могут быть проблемы с нарушенным актом мочеиспускания. Так вот, у мужчин, естественно, доброкачественная гиперплазия, аденома, предстоятельность железы – это все одно и то же. Естественно, увеличиваясь в объеме, она сужает уретру и возникает учащенная, но чаще всего без рези и мочеиспускания. Воспаление. Соответственно, воспаление – это как раз и есть цистит, а вот все остальные факторы к циститу никакого отношения не имеют. Посмотрите, нарушение гормонального статуса, причем как непосредственно мужских половых гормонов, так и женских половых гормонов. Почему? Вот обратите внимание вот на этот треугольник. Это устья мочеточников, то есть трубки, которые соединяют у нас почки с мочевым пузырем. Вот сюда поступает, через эти трубочки поступает моча в мочевой пузырь, и, соответственно, вот это уретру. Вот он, треугольник. Так вот, этот треугольник развивается из той же самой ткани, что у женщины развивается влагалище и матка. Поэтому нарушение гормонального статуса у женщин, и часть женщин страдает циститоподобными симптомами непосредственно передмесячными, вот это как раз связано чаще всего с нарушением гормонального статуса. Кроме этого, имеются так называемые рецепторы, которые сигнализируют в нервную ткань о том, что мочевой пузырь хочет сокраситься. Существует несколько видов рецепторов. Это адренорецепторы, и это рецепторы к ацетилхолину. У нас с вами две нервные системы, скажем так, основные. Это симпатическая, парасимпатическая. Вот медиатором симпатической нервной системы является адреналин, а парасимпатической является как раз ацетилхолин. Что делают эти рецепторы? Они понимают, когда нужно сократиться мочевому пузырю, когда нужно расслабиться. Так вот, когда эти рецепторы начинают плохо работать, естественно, возникают проблемы с мочевым пузырём. Дальше, обратите внимание на сосуды. Сейчас всё больше приходим к тому, что нарушения любые, приводящие к притоку крови или к оттоку крови из мочевого пузыря, могут приводить к циститоподобным симптомам. Банально геморрой – это нарушение оттока из вен малого таза. Соответственно, возникает ишемия стенки мочевого пузыря, то есть недостаток кислорода, мочевой пузырь дышать не может. Соответственно, сокращаться по-хорошему он тоже не может. И он либо сильно сокращается, либо слабо сокращается. Вот вам банально нарушение микроциркуляции в стенке мочевого пузыря. И хотя вроде бы геморрой никак не связан непосредственно с самим мочевым пузырём, вот вам, пожалуйста, я вам провёл параллель. Кроме этого, что может быть? Различный приём препаратов, которые влияют на сосудистую стенку. Атеросклеротические изменения. Даже банально нарушение электролитов и, скажем так, веществ, которые у нас с вами необходимы, жизненно необходимых веществ, магний, селен, кальций, все вот эти микроэлементы, точно так же будут влиять на сокращение мочевого пузыря. Вот уже несколько причин, о которых никак не связаны с циститом, я вам рассказал. Теперь идём дальше. Если имеется нарушение, соответственно, кровотока, то возникает воспаление. Это воспаление, не связанное с бактериями. Цистит чаще всего всё-таки подразумевает связь с бактериями. Так вот, это воспаление приводит к фиброзу стенки мочевого пузыря. Соответственно, мы понимаем, что мочевой пузырь сокращаться сильно уже не будет. Он будет слабым, потому что соединительная ткань, она не сокращается. Поэтому смотрите, сколько много факторов. Я вам ещё не рассказал про эти всякие ЭНО и различные другие медиаторы, которые здесь точно так же играют роль. Но поверьте мне, что сам по себе цистит – это действительно большая проблема. Вот почему, не учитывая вот этих вот факторов, я их специально здесь вам привёл, невозможно помочь любой из женщин, у которых есть рецидивирующие циститы. Что такое, дальше уже, естественно, разберёмся. Ещё один фактор, очень важный на данный момент. Мы с вами все прекрасно понимаем о том, что слизистая мочевого пузыря, она напрямую с мочой не контактирует. Её защищает гликозаминогликановый слой, который, конечно же, является частью этой слизистой мочевого пузыря. И вот таким вот образом он выглядит. Видите, тут вот такая вот сеточка. Это вот как раз сами гликозаминогликаны с этими, со своими хвостиками. И вот здесь как раз и запутываются все вот эти бактерии. Здесь же оседают нужные вещества, потому что слизистая мочевого пузыря не кровоснабжается. Соответственно, питание она может получать только из того, что растворено в моче. Поэтому, естественно, все микроэлементы очень важны, их баланс важен. Иначе слизистая просто-напросто начнёт терять вот этот гликозаминогликановый слой. Как только слизистая потеряла гликозаминогликановый слой, вот те рецепторы, которые я вам говорил, ацетилхолина, адреналина, симпатической парасимпатической нервной системы, они становятся открытыми, они постоянно раздражаются. И это как раз вот приводит к постоянному сокращению или, наоборот, не сокращению мочевого пузыря. То есть мочевой пузырь либо сильно работает, либо слабо работает, он ленивым становится. За счёт того, что раздражаются как раз вот эти рецепторы. Кроме этого, если вот эти вот зелёные шарики мы с вами будем рассматривать как микробы, то, соответственно, обратите внимание, при нарушении гликозаминогликанового слоя, естественно, проникновение бактерий будет значительно легче, да? Они будут сразу же попадать в слизистую мочевого пузыря. И, естественно, там будут творить все свои неприятные дела. Вот поэтому восстановление гликозаминогликанового слоя это один из факторов. А что может приводить? Банально несбалансированное питание, банально нарушенные микробиоты кишечника, которое не позволяет всасываться строительному материалу для этого гликозаминогликанового слоя. Потому что микробиота, естественно, это нормальное её состояние. Она будет в первую очередь брать то, что ей необходимо. Поэтому, с одной стороны, сбалансированное питание, а с другой стороны, нормальное микробиота. Вот вам один из факторов, который напрямую связан с микробиотическим сообществом. И дальше я вам тоже буду рассказывать, почему на это нужно обращать очень большое внимание. Вот обратите внимание, какие составы. Это сложный, на самом деле, состав. Здесь и гиалуроновая кислота, и хондроитинсульфат. И обратите внимание, что всё то же самое у нас. Из этого же состоят наши хрящевая ткань и костная ткань. Поэтому, естественно, нет отдельного органа. У нас всё в нашем организме взаимосвязано. И все мы состоим из примерно одних и тех же веществ. И поэтому, если мы будем подходить к лечению цистита только как к лечению мочевого пузыря, то чаще всего мы будем терпеть фиаско. По одной простой причине, что мы не понимаем, почему, назначая антибиотики, мы не получаем эффекта. А теперь смотрите, одно из объяснений, их, конечно же, несколько, но вот то, что касается гликозоаминогликанового слоя. Вот он, нормальный гликозоаминогликановый слой. Вот он, барьер, скажем так. Вот он, чистокол. Очень похож на то, как в средние века обороняли крепости. Всё из природы, на самом деле, человек подсматривает за всем за этим. Вот они подходят микроорганизмы, микробы, и не могут пройти. И обратите внимание, не хватает гликозоаминогликанового слоя. Вот он становится менее частым, он становится разреженным. Соответственно, микробы уже могут абсолютно чётко проникнуть, но пока ещё не осаждаются. Это, скажем так, вот при частичном восстановлении. А вот он отсутствует совсем. И вот они, пожалуйста, наши с вами шерихиоколи, которые являются основным фактором для развития воспаления в стенке мочевого пузыря, обусловленные бактериями. Вот они, пожалуйста, они заходят и садятся в подслизистый слой. И в подслизистом слое они живут, они размножаются, они там образуют биоплёнки, внутри которых они живут. И вот, скажем так, если вот этот зелёный шарик будет у нас уже антибиотиком, мы поймём с вами, что в подслизистом слое он не работает. И смотрите, очень интересно. Если мы с вами будем сдавать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, мы с вами будем определять только вот эти вот микробы, которые непосредственно находятся в просвете мочевого пузыря, в моче. А вот этих микробов мы с вами не увидим. Они могут быть разные. Вот вам вторая причина, почему не всегда антибиотики действуют. То есть нам сначала нужно разрушить будет непосредственно вот эти вот биоплёнки, которые, кстати, опять же состоят вот примерно из этих же веществ. Микробы точно так же, как они этим занимаются в кишечнике, точно так же они строят свои колонии и в стенке мочевого пузыря. Соответственно, пока мы не разрушим вот эти биофильмы, их называют ещё так, биоплёнки, мы не сможем антибиотиками подействовать вот на эти подслизистые микроорганизмы. Фактор, который очень чётко нужно учитывать для восстановления нормальной стенки мочевого пузыря. Итак, переходим непосредственно уже к классификации. Ну, цистит, мы с вами о нём говорим, воспаление мочевого пузыря, пилонефрит, воспаление почек. И вот это самое главное – рецидивирующие инфекции. Вот нас они чаще всего и интересуют. Потому что женщины с острым циститом, как правило, не приходят даже иногда к врачу. Они приходят в аптеку, я называю это аптечным циститом, они приходят, им дают одну таблетку, они вылечиваются. Но это если у женщины всё более-менее нормально. А чаще всего, когда женщина не скомпенсирована по микроэлементам, по макроэлементам, по гормональному статусу, по микробиоте кишечника, вот у ней чаще всего и возникают рецидивирующие циститы. Когда у женщины имеется нарушение микроциркуляции, когда у неё имеется нарушенный отток из мочевого пузыря, я имею в виду венозный отток, кровообращение нарушено. Вот вам, пожалуйста. Когда, допустим, имеется, я вам говорил про иннервацию, говорил про симпатическую и парасимпатическую нервную систему, но, смотрите, банально, грыжа позвоночника – это нарушение иннервации на том уровне, где возникает эта грыжа. Поэтому, если есть у пациента протрузии либо грыжи диска, в 70% у них имеются нарушения акта мочеиспускания. Это не обязательно будет цистит, это может быть просто учащенное безболезненное мочеиспускание. Но в 70% оно может быть. При этом врачи-ортопеды и врачи, скажем так, неврологи, те, кто занимаются грыжами диска, как правило, говорят о том, что нет, что вы, грыжа диска никогда не приводит к нарушению акта мочеиспускания. Поверьте мне, что приводит. И устраняя только все вот эти вот факторы, мы с вами сможем понимать, каким образом помогать той или иной женщине. Почему еще важно нарушение вот этой вот иннервации? Но, смотрите, если у нас нарушена иннервация, значит, мочевой пузырь будет сокращаться не так, как он должен. Он не будет выполнять свою полную функцию. Будет оставаться моча. Раз будет оставаться моча, это вопрос о том, что это субстрат, где бактерии будут развиваться. Это болото в мочевом пузыре. Поэтому вот вам связь абсолютно четкая и прямая. И это нужно понимать. Неосложненные инфекции. Для того, чтобы дальше говорить, нужно все-таки понять. Вот неосложненные инфекции – это как раз вот эти вот циститы аптечные. Когда у нас факторов, осложняющих эту инфекцию, их не существует. Просто-напросто, банально. У женщины может быть все, что угодно. Она может быть переохладиться, а у ней может быть стресс. Но вот возникли такие ситуации, что снизилась резистентность, снизилась устойчивость к инфекциям. И у ней возник этот единичный, может быть, в ее жизни, эпизод инфекции мочеводящего тракта. Это самый лучший вариант. Но неосложненные инфекции, они лечатся очень просто. Одной таблеткой чаще всего. На них останавливаться не вижу большого смысла. Единственное, что какие критерии неосложненной инфекции? Температура тела выше 38 градусов не характерна вообще для острого цистита. Поэтому если у женщины она говорит о том, что при цистите бывает температура выше 38 градусов, чаще всего этот цистит сопровождается уже и воспалением почек пилонефритом. Какие у нас клинические проявления? Боли внизу живота, резь сжения при мочеиспускании, частое мочеиспускание малыми порциями и субфибрильная температура. Субфибрильная – это до 38 градусов температура. Вот это клинические проявления. Соответственно, обратите внимание, что у нас для того, чтобы поставить диагноз цистита, должно быть два фактора. Первое – это клинические проявления, которые я только что перечислил. И второе – это изменения в общем анализе мочи. Если в общем анализе мочи лейкоцитов до 5 в поле зрения, это не цистит. Это может быть все, о чем я уже рассказал и о чем мы с вами сегодня еще будем говорить, но это однозначно не цистит. То есть только при соблюдении двух условий изменений в анализах мочи и клинических проявлений, тогда мы можем ставить диагноз цистита. Все остальное – не цистит. Запомните это раз и навсегда. Соответственно, если вы будете это понимать, вы будете уже осознавать, правильно ли врач подходит к вашему лечению. Другой вопрос о том, что какие там рекомендации давать, это уже прерогатива врача. Но вы сами будете понимать, стоит ли дальше учиться врача. Если у вас имеются клинические проявления, но в общем анализе мочи нет лейкоцитов, антибиотики вам не нужны, потому что антибиотики назначаются только если имеются бактерии. К вопросу о вирусной этиологии, то есть о вирусной причине циститов, это, скажем так, уже от лукавого. Потому что острого цистита в вирусной этиологии как такового не существует. Так же, как не существует грибкового, это должна быть очень жесткая иммуносупрессия, и, как правило, это будет генерализованная грибковая инфекция. Тогда без вопросов. Я с этим. Мы сейчас с вами говорим только пока о неосложненном цистите. То есть женщина здоровая, переохладилась, и у ней возник цистит. Вот если у нее есть клиника изменений в общем анализе мочи, да, здесь однозначно лечение антибактериальными препаратами. В случае, если эти два фактора отсутствуют, соответственно, не нужно. Необходим ли посев? При неосложненной инфекции посев не нужен. Далее мы переходим уже с вами к осложненной инфекции. Что такое осложненная инфекция? Вот все те факторы, которые я вам называл в начале, это как раз факторы, которые приводят к осложнению инфекции. Сахарный диабет однозначно будет осложненная инфекция мочевых путей. Поэтому здесь могут быть уже и вирусы, и грибки, да. Поэтому вот здесь разграничить неосложненные и осложненные инфекции абсолютно четко нужно понимать. Осложненные – это мужчины, всегда осложненная инфекция у мужчин. Беременные женщины, всегда осложненная инфекция. Больные с анатомическими, то есть с врожденными аномалиями, да, или с приобретенными аномалиями. Когда могут быть приобретенные аномалии? У женщины были достаточно тяжелые роды. Возникли разрывы влагалища, скажем так, может быть, там разрывы шейки матки. Все это потом зашивалось. Вот это будут приобретенные изменения, да. Различные операции на малом тазу и нарушение самого по себе отношения внутренних органов с мочевым пузырем – это будут анатомические изменения. Они будут приобретенные. Функциональные нарушения. Функциональные нарушения – это вот как раз то, о чем я вам говорил. Грыжи диска – это функциональные нарушения. Сахарный диабет, соответственно, нарушение микроциркуляции, нарушение иннервации при сахарном диабете. Большой рост соединительной ткани внутри мочевого пузыря при сахарном диабете – это все будут функциональны. То есть мочевой пузырь, его функция сокращаться. Вот когда нарушается эта функция, это будут функциональны. Недостаток кальция, недостаток магния – это все функциональные нарушения. Поэтому, соответственно, учитывая, что мы с вами практически все живем в огромных различных недостаточностях, у всех разные, да, это чаще всего осложненные инфекции. Вот поэтому большему количеству женщин и не помогает одна таблетка. У них чаще всего возникают рецидивирующие инфекции мочеводелительного тракта. Рецидивирующими мы будем называть те инфекции мочеводелительного тракта, которые возникают у женщины, у мужчины, у ребенка, неважно у кого, три и более раз за год, либо два и более раза за полгода. Все. Это однозначно будет рецидивирующая инфекция. Это будет однозначно осложненное течение самой инфекции мочеводелительного тракта. И рецидивирующая инфекция нуждается в достаточно четком восстановлении функций и анатомических взаимоотношений мочевого пузыря. Не только антибиотики здесь нужны. Когда острый период, да, при рецидивирующей инфекции, когда острый период, однозначно антибиотики. Но здесь самое главное – лечение в межрецидивный период. Мы должны с вами в межрецидивный период восстановить слизистую мочевого пузыря и сам мочевой пузырь, его кровоснабжение, его иннервацию, все эти микро- и макроэлементы и гормональный статус так, чтобы он чувствовал себя хорошо. Чтобы вот эти бактерии, которые к нему начинают присоединяться, а моча не стерильна, мы никогда не добьемся стерильной мочи. Потому что это рождается уже ребенок, у него не стерильная моча. Такова наша с вами природа. И говорить о том, что моча стерильна, не нужно. Поэтому при рецидивирующей инфекции не нужно длительных курсов антибактериальных препаратов. Нужно восстанавливать сам по себе мочевой пузырь. И только тогда можно добиться эффекта. Каким же образом, это то, о чем я с вами говорил, каким же образом мы с вами можем это делать. Но в первую очередь для диагностики. Смотрите, обязательно. Вот если при неосложненном цистите, я вам говорил, что исследование посева мочи не нужно, то здесь однозначно нужен посев мочи. Без него дальше идти невозможно. Во-первых, мы поймем, какой микроб высевается. Это с одной стороны. С другой стороны, мы поймем вообще, цистит сам по себе микробный, либо это функциональный, либо анатомические изменения. Почему? Потому что имеется определенный уровень, когда выдают результат, там имеется число микробных тел. Вот если оно больше, чем 10 в пятый, это диагностически значимый титр. Если же оно меньше, то здесь нужно подумать, микробы ли вызывают вот это вот все, либо они вообще ни при чем, они просто плавают в этом мочевом пузыре, не более того. Поэтому вот при рецидивирующих циститах культуральное исследование в обязательном порядке. Какие факторы риска, которые могут приводить к рецидивированию инфекции. Но мы с вами их уже на самом деле все обсудили. Я, может быть, их вам не назвал вот так жестко, как они написаны здесь, но вы понимаете прекрасно о том, что обратите внимание, женщины до наступления менопаузы, что это такое факторы риска? Это гормональный статус. Здесь между строк нужно смотреть, конечно же, гормональный статус. Если у женщины все нормально с гормональным статусом, если она компенсирована по микро-макроэлементам, у ней никогда не будет цистита. Поэтому говорить, что все женщины до наступления менопаузы являются факторами риска, то есть сам по себе женский пол, является неправильно. Это официальные данные. Вот то, что я вам сейчас показываю, это то, что написано в учебниках урологии. Далее, смотрите, половой акт. Сам по себе половой акт, если бы он был фактором риска, тогда бы все бы женщины периодически имели проблемы с нарушенным актом мочеиспускания. Но все точно так же. Половой акт – это норма. И природа уже предрасположена так, что это нормальное состояние. Поэтому от нормы проблем быть не может. Проблема возникает. То есть мы с вами здесь, вот если рассуждать здраво, мы путаем причину и следствие. Половой акт следствия непосредственно нарушение различных факторов других у этой женщины, вот у этой конкретной женщины. То есть не сам по себе половой акт провоцирует. Я понимаю, что есть посткаэтальные циститы, я все это прекрасно понимаю, но там проблема в другом. Проблема не в половом акте, а проблема как раз в нарушенных различных других ипостасях. Новый половой партнер. Но если у нового полового партнера есть инфекция, передающаяся половым путем, без вопросов, конечно же, фактор риска. Но если это нормальный мужчина, то, как правило, все точно так же. Половая жизнь – это показатель здоровья. На самом деле, что для мужчин, что для женщин, это нормальная физическая активность, это отсутствие вставания ночью в туалет, помочиться, это нормальная половая жизнь. Вот вам факторы здоровья. За ними очень много стоит. И если мы будем разбирать каждый из них, то вы поймете, почему это действительно показатели здоровья. Потому что это как раз показывает, если все эти три фактора нормальные, что значит, организм работает как часы. Анамна с инфекцией мочевыводящих путей у матери. Это говорится чаще всего для детей. Но есть клинические исследования, которые показали о том, что у девочек, у которых у матерей были инфекции мочевыводящих путей, у них в будущем, во взрослом состоянии возникают учащенные циститы. Я вам сказал, что мы рождаемся все с нестерильным кишечником и с нестерильной мочой. Так вот, на самом деле матери передают им ту микрофлору, которая может чаще вызывать. Поэтому вот здесь восстановление микробиоты и кишечника, и микробиома непосредственно мочеводелительного тракта играет первостепенную роль. Опять же, чуть смещены, скажем так, точки зрения причинно-следственной связи. Анамна с инфекцией мочевыводящих путей в детском возрасте, но это однозначно фактор риска, потому что эти бактерии живут в подслизистом слое. И мы с вами, скажем так, понимаем, что это такое. Здесь вопрос инфекции мочевыводящих путей и МВП. Поэтому спасибо тем, кто подсказали. Теперь, опять же, смотрите. Точно так же официальные данные. Дефицит женщины постменопаузального периода. Что происходит у женщины в постменопаузе? Снижение уровня эстрогенов, снижение уровня прогестерона. Начинает работать полностью эстрон, который накапливается в том числе и в женском, вернее, в жире, и вырабатывается чаще всего в надпочечниках. Поэтому его активность, естественно, значительно ниже, чем у самого по себе эстрадиола. Поэтому и возникает вот эти вот все супости во влагалище, скажем так, выпадение влагалища, нарушение акта мочи и спускания. Почему? Я вам сказал о том, что треугольник льетов в мочевом пузыре, он гормонально зависим. Поэтому говорить о том, что гормоны никоим образом не влияют на цистит, нельзя. И поэтому рецидивирующие циститы в обязательном порядке мы должны смотреть уровень самих по себе гормонов. И для женщин премин менопаузального и постменопаузального периода. Без этого никуда. Не разберешься в гормонах, не сможешь вылечить цистит. Поэтому, скажем так, я и понимаю весь гормональный статус женщины, я понимаю, где мне нужно на что надавить и где что нужно скомпенсировать. Поэтому здесь это тоже чаще всего постменопауза, это гормональные нарушения. Мы с вами тоже о них уже говорили. Трудности лечения инфекции. Есть они? Да. Они существуют. И здесь, конечно же, нельзя говорить, что виноваты либо пациенты, либо врачи. Здесь имеется, естественно, общая несостыковка. Часть женщин не обращаются за помощью, лечатся самостоятельно, не полностью выполняют все те предписания, которые нужно. точно так же у меня часть пациенток не до конца обследуются. Зачем вы мне назначаете гормоны? Зачем вы мне назначаете микробиоту кишечника? Я этого делать не буду. Но здесь, опять же, решение непосредственно самого по себе пациента. Поэтому, если пациент не может, очень часто бывает финансовая составляющая, понятное дело, что четкий план лечения восстановить, когда пациент недообследован, невозможно. Лечение вслепую это не совсем все-таки правильно. Но, кроме этого, и многие врачи не знают о тех факторах, которые мы с вами сегодня уже достаточно много разобрали. Могу честно сказать, что урологи в основном не обращают внимания на гормональный статус. Урологи в основном не обращают внимания на недостаток микроэлементов, на недостаток витамина D, на недостаток гиалуроновой кислоты, что точно так же можно увидеть даже банально по коже. Чаще всего у женщин с проблемами коллагена они стареют раньше. И здесь нужно понимать, может быть, здесь банальная нехватка витамина С, а витамина А и, соответственно, коллаген не образуется в должной мере. Если он не образуется в должной мере в коже, почему он должен хорошо работать в мочевом пузыре? Мы с вами единое целое, поэтому на все внешние проявления, на кожу, скажем так, на походку пациента, на волосы, на ногти, на это, на все нужно обращать внимание, потому что это звенья одной абсолютно цепи. все, что к нам поступает, оно равномерно распределяется по организму. И поэтому нарушенные микробиоты кишечника, если у пациентки имеются инфекции, неважно, какие инфекции, это могут быть и пневмонии, и холециститы, и аднекситы, вот все, что угодно. Если вы понимаете, что она пила большое количество антибиотиков, подходить к этой женщине без восстановления микробиоты и лечения любого инфекционного заболевания без толку. Вы вылечите острый период, но восстановить эту женщину для того, чтобы у ней не было вирусных инфекций, бактериальных инфекций, грибковых инфекций при ненормально функционирующем кишечнике вы не сможете. Начинать нужно в обязательном порядке с кишечника и любую рецидивирующую инфекцию мочевыделительного тракта я в обязательном порядке начинаю с коррекции микробиота кишечника. Поэтому трудно это вылечить, очень трудно. То, что иногда приходится работать с женщинами по году, это однозначно да. Если, опять же, правильно установили диагноз, если у нас действительно рецидивирующая бактериальная инфекция в мочевом пузыре. А есть еще очень много того, о чем мы с вами сегодня тоже еще поговорим. Профилактика. Обратите внимание, что консультация по избеганию факторов риска, здесь коррекция всех тех факторов риска, которые мы с вами уже говорили. То есть восстановление нормального состояния организма. И вот если мы восстановим нормальную микробиоту кишечника, порядка где-то 60-70 процентов женщин на этом и заканчивают лечение. У них не возникает дальше рецидивы инфекции. Если же они возникли, здесь уже нужно подключать недостаток витаминов, недостаток микроэлементов и гормонального статуса. Вот это уже, скажем так, остальные 30 процентов. Чаще всего дальше добавляются микроэлементы. И если видим, что имеются клинические проявления, а я для того, чтобы понимать, какие клинические проявления больше всего превалируют, для того, чтобы не назначать большое количество все-таки различных обследований, потому что это очень дорого сейчас. И, естественно, в поликлинике чаще всего эти обследования не делаются. Прибегаю к услугам опросников. И у меня порядка 50 опросников по различным абсолютно нозологиям, в том числе по микроэлементному составу, в том числе по гормональным дисбалансам и щитовидной железы, и, скажем так, половой сферы, и надпочечников. Поэтому вот это очень хорошо помогает в разработке тактики лечения пациентов. Поэтому вот здесь коррекция факторов риска опросники как раз очень сильно помогают. Кому, скажем так, интересно, мой инстаграм здесь на всех слайдах есть, поэтому можете заходить, подписываться и, соответственно, писать. Всегда пришлю все опросники и, если есть какие-то проблемы, всегда с вами сможем их попытаться решить. Сто процентов никогда не обещаю, потому что, к сожалению, не волшебник, а только учусь. Хотя уже учусь больше 20 лет. Соответственно, обратите внимание, не антимикробные меры профилактики. Они в первую очередь должны у нас с вами быть в межрецидивный период. Не тогда, когда острый период, а когда женщину практически ничего не беспокоит. Либо беспокоят какие-то учащенные, чуть болезненные мочи спускания, чуть рези, чуть какой-то дискомфорт. Вот здесь нам антибиотики вообще не нужны. У нас должна быть гормональная терапия, у нас должна быть профилактика иммуноактивными препаратами. И, соответственно, пробиотики, это восстановление естественно микробиоты кишечника, но не только пробиотиками. Кишечник это комплекс мероприятий, причем с очень определенными жесткими своими критериями, и его нужно в обязательном порядке идти по тем шагам, которые разработаны. Только тогда мы с вами будем иметь действительно хороший эффект. Что компания NSP нам с вами предлагает для непосредственно вот профилактики самих инфекций, но линейка очень большая, и, естественно, можно выбрать большое количество препаратов, но поверьте, что нужно выбирать не большое количество препаратов, а те препараты, которые помогут этому пациенту. Не все сразу, не все препараты в каждый дом, в каждую семью. В первую очередь нужно понимать, если имеется воспаление, обусловленное бактериями, то здесь коллоидное серебро однозначно да. Если у нас имеется воспаление, и нам, скажем так, нужно дальше поддерживать пациента, пожалуйста, уралакс, в чем его прелесть, уралакс, витамин С, да, я с вами уже обсудил о том, что витамин С это однозначно коллаген, это однозначно иммунная система, это однозначно протеугликановый слой. Вот вам, пожалуйста, витамин С. Витамины группы В, на что они действуют? Но в первую очередь вы знаете, что их очень любят назначать неврологи. Они улучшают нервную проводимость, они улучшают, скажем так, иннервацию. Мы с вами обсуждали о том, что у пациентов очень часто нарушена иннервация, функциональные нарушения, поэтому витамин группы В абсолютно четко нужны. Пантатеновая фолиевая кислота, но здесь однозначно белковые обмены, без нормального белка не будет нормального иммунного ответа, соответственно, некому будет бороться с этими бактериями, вирусами, грибами и всем остальным. Магний, сосудистый компонент, мы с вами точно так же вначале обсудили о том, что нарушение сосудов, нарушение кровоснабжения, соответственно, без магния хорошего кровотока, хорошего тонуса сосудов не будет. Но магния вообще огромное количество, и магний, конечно же, жизненно необходимый. Дотация магния, может быть, это один из немногих препаратов, который части пациентов нужен пожизненно, да? Далее, что еще в уролаксе? Клюква, петрушка, гортензия, это вообще любимые препараты урологов и полевой хвощ, да, для назначения с инфекциями мочевых путей. Кроме этого, они снимают спазмы, то есть, начинают улучшаться сам по себе функциональный статус и почек, и мочевого пузыря, и мочеточников, и самого по себе акта мочи спускания, а дуванчик замечательный противобактериальный противовирусный препарат, но и все остальное, биофлавоноиды, хмель, опять же, и обезболивающий препарат, и улучшающий микроциркуляцию, и восстанавливающий слизистую мочевого пузыря, то есть, вот в одной здесь баночке, скажем так, достаточно большое количество положительных компонентов, поэтому все сразу не нужно. Для чего здесь пчелиная пыльца? Но пчелиная пыльца это очень серьезный адаптоген, поэтому назначение пчелиной пыльцы, конечно же, в острый период, но не сюда ее нужно будет, ее нужно будет потом для восстановления, восстановления микроэлементного состава, восстановления работы всех ферментных систем. Вот здесь пчелиная пыльца, конечно, будет работать очень хорошо, причем не только при циститах, а при любых других воспалительных заболеваниях. Я вам говорил по поводу биофильмов, биопленок, и о том, что если вы понимаете, что рецидивирующая инфекция, если у пациентов постоянно высевается большое количество микроорганизмов, если они уже не чувствительны ни к каким антибактериальным препаратам, вот здесь протеаза однозначно будет хорошо работать. Она абсолютно четко будет разрушать эти биопленки, а потом воздействуя на микробы тем же коллоидным серебром, вы будете получать отличные результаты. Если же вы дадите антибиотики, не разрушив биопленки, вы сорвете, скажем так, полностью весь микробиот кишечника, не получите эффекта, либо эффект будет небольшой, пациентка уйдет в рецидивирующие течения, соответственно, вот здесь, опять же, при рецидивирующем течении в обязательном порядке нужно добавлять протеазу. Глюкозаминогликановый слой, мы с вами про него много говорили, как его восстановить? Вот, пожалуйста, вроде бы хондропротектор, вроде бы препарат, который, ну, никоим образом не относится к стенке мочевого пузыря, однозначно относится. Если вы знаете, что у пациенток малая емкость мочевого пузыря, я вам говорил, что 500 миллилитров это нестерпимый позыв на мочеиспускание, 300 миллилитров это уже хочется сильно помочиться, а если у пациентки хочется сильно помочиться при 100 миллилитрах, то это явно проблемы, скажем так, с глюкозаминогликановым слоем. Пациентки после лучевых терапий по поводу любых онкологических заболеваний, это однозначно нарушение глюкозаминогликанового слоя, восстановление его, процесс очень длительный, процесс, скажем так, как ни одного и ни шести даже месяцев до года восстанавливается слизистый, именно слизистый мочевого пузыря. Молозиво, скажем так, опять же, из той же серии, что и пчелиная пыльца, мощнейший адаптоген. Почему, скажем так, трептофан, почему, вернее, его предшественник трептофана 5-HTP, на самом деле это предшественник не только трептофана, это предшественник вообще очень многих биогенных аминов, и сейчас мы говорили с вами о том, что имеются рецепторы непосредственно к ацетилхолину, скажем так, к адреналину, но в мочевом пузыре имеются рецепторы к мелатонину, а трептофан является предшественником мелатонина, поэтому в случае, если у пациента имеются ночные вставания, если у пациента имеются симптомы депрессии, если у пациента имеется нарушенное, скажем так, поведение какое-то, и вы видите о том, что, ну, действительно, здесь показания для назначения серотонина, вот, пожалуйста, и у него нарушенный акт мочи и спускания, даже без цистита, вот здесь этот препарат будет очень хорошо отрабатывать, мы, кроме того, что снизим депрессивное состояние, мы улучшим качество сна, соответственно, пациент будет восстанавливаться значительно лучше, но при этом мы улучшим патогенетическим воздействие именно на стенку мочевого пузыря, ее сократимость, поэтому вот здесь, где вырабатывается самое большое количество серотонина, серотонина самое большое количество вырабатывается в кишечнике, там эти микробы, правильные микробы вырабатывают, опять возвращаемся к нарушению микробиоты кишечника, поэтому работать при воспалительных заболеваниях, депрессивных заболеваниях, аутоиммунных заболеваниях, есть у вас пациент с аутоиммунным заболеванием, и у него имеются проблемы с нарушенным актом мочеиспускания, это не отдельные заболевания, это все одно и то же на самом деле, восстановите кишечник, скажем так, если это непереносимость каких-то препаратов, уберете непереносимость препаратов, у пациента будет достаточное количество серотонина, будет нормальное количество мелотонина после восстановления, у него и мочевой пузырь будет успокаиваться. Почему мочевой пузырь при аутоиммунных заболеваниях, если это связано, скажем так, с биогенными аминами, ему просто не хватает, ему не отдают, потому что нужно на микробы, нужно, скажем так, на головной мозг. А мочевой пузырь, да ты отдохни, мой хороший, мы тебе сейчас не дадим, потому что имеются совсем другие абсолютно приоритеты. А добавить, соответственно, в организме будет хватать, и он так вот сам по себе скажет, ну, нате тогда вот и мочевому пузырю, идите, мочитесь хорошо, мой хороший. У нас остается не так много времени, соответственно, дальше вот я уже хочу перейти к симптомам нижних мочевых путей. Мы с вами поговорили про цистит, как, скажем так, основной фактор, да, на самом деле там, конечно же, очень много можно еще поговорить, можно поговорить отдельно о посткаэтальных циститах, можно поговорить о процессах самого рецидивирования, потому что это такой огромный мир, в котором нужно очень четко разбираться для того, чтобы понять. Но я вам говорю основные вещи, поняв которые, вы начнете разделять уже и, соответственно, понимать, нужно ли пациенту назначать что-то, что будет бороться с бактериями, либо не нужно. Потому что, я думаю, у вас точно так же в вашей практике существуют пациенты, которым вы вроде бы при циститах назначили и коллоидное серебро, и, скажем так, различные другие препараты, они уходят. Они уходят, потому что цистита именно воспалительного за счет бактерий нет. Поэтому и должны вы посмотреть общий анализ мочи и должны клинические проявления. Кстати, если не хотите смотреть общий анализ мочи, имеются тест-полоски. Тест-полоски на лейкоцитарную эстеразу. Это заменитель общего анализа мочи. Причем во всем мире, в Европе, в Америке сейчас приоритет отдаются тест-полоскам. Они абсолютно четко сопоставимы с общим анализом мочи. Тест-полоски, их очень много, можете погуглить. Тест-полоски на лейкоцитарную эстеразу. Они есть только на лейкоцитарную эстеразу. Есть 10-11 показателей. Поэтому у меня, кстати, точно так же в Инстаграме будет следующая неделя, кстати, у меня будет посвящена циститам, воспалительным заболеваниям. И там протест-полоски будет целый пост. Так вот, симптомы нижних мочевых путей. Смотрите, я вам говорил, детрузер сокращается, но сфинктер не расслабляется. Вот он держит эту мочу. Это будет обструкция. Это будет невозможность мочи испускания. Теперь детрузер может не сокращаться, но сфинктер – запирательный механизм. Он открыт. Поэтому это будет называться недержание мочи. Причем это не обязательно полное недержание. Это может быть не удержание мочи. Это могут быть только несколько капель. И тогда и женщины, и мужчины могут пользоваться прокладками. Я думаю, что эти пациенты у вас точно так же есть с такими жалобами. Очень часто у женщин после родов, после травматических родов это возникает. У пожилых женщин за счет того, что не хватает гормонов, вот этот сфинктер перестает работать, потому что он как раз в области вот этого треугольника находится. Поэтому недостаток гормонов, естественно, сфинктер понимает, что, блин, ну мне этого мало, я не могу сократиться, я буду в расслабленном состоянии. Моча по каплям выделяется. Ургентность. Что такое ургентность? Вы захотели помочиться, стоя на Красной площади, и вы обязаны будете это сделать. Вот это ургентность. Повелительный позыв на мочи и спускание. Обязательный позыв на мочи и спускание. Это все синонимы, да? Вот. То есть это настолько нестерпимый позыв на мочи и спускание, что терпеть невозможно. При этом объем мочи и спускания может быть минимальным. Может буквально 5-10 миллилитров. Но вы обязаны это сделать. Вот если объем мочи и спускания тоже маленький, и ургентность возникает, это чаще всего гиперактивный мочевой пузырь. Сейчас тоже поговорим об этом. Палакюрия безболезненная, учащенная мочи и спускание. Поели вы арбуза, выпили вы большое количество жидкости, палакюрия будет физиологическая. Если объем мочи и спускания меньше 100 миллилитров и учащенный безболезненный, это будет патологическая палакюрия. Это тоже может быть при гиперактивном мочевом пузыре, при интерстициальном цистите, ну и при ряде других заболеваний. Ноктурия. Ноктурия – ночные вставания. Вот если вы встаете 1, 2, 3 раза ночью, то нужно обращать на это внимание. Ночью мы должны спать. У нас не должно быть ночных вставаний. По поводу иннервации мочевого пузыря мы с вами поговорили. И обратите внимание, что у мужчин старше 40 лет самыми беспокоящими симптомами нижних мочевых путей является ургентность, недержание мочи и ноктурия. А самым частым причиной для обращения к врачу является ноктурия – ночные вставания. Почему? Во-первых, мужчина не спит сам, а во-вторых, не спит его жена, если они спят вместе. И чаще всего жене это надоедает, и она его приводит за руку к врачу. Чаще всего, конечно, это аденома предстоятельной железы, но, может быть, и другие заболевания, но не тема нашей сегодняшней с вами беседы. Какие виды нарушения мочеиспускания существуют? Сейчас очень коротко вам об этом скажу, чтобы вы понимали. Потому что от этого на самом деле будет дальше зависеть. То есть цистит мы с вами разобрали, я вам уже про него много рассказал, что это два фактора, которым должны обратить внимание. Но какие еще могут быть? Вот изменений в анализах мочи нет. Значит, ищите какие-то вот эти причины. Стрессовое недержание. Недержание мочи при кашле, при чихании, при физической нагрузке. Чаще всего возникает при анатомических нарушениях, допустим, после операции, после родов, либо у пожилых женщин, когда нарушается гормональный статус, когда нарушается кровоток, когда нарушается иннервация. При грыжах диск точно так же может быть стрессовое недержание. Императивное недержание мочи, да? Я вам сказал, вспоминайте про Красную площадь сразу же. Вот это императивный позыв на мочеиспускание. Пациенты вам четко будут говорить, я не могу выйти из дома, мне нужно понимать, где на моем пути будет туалет для того, чтобы пойти в туалет помочиться. Вот это типичный пациент с гиперактивным мочевым пузырем. Типичный. Может быть смешанное, может быть смешанное. НРС чаще всего у детей, да? И здесь чаще всего, конечно же, это проблемы с головным мозгом. Здесь не с самим мочевым пузырем, это чаще всего невропатологи, да? И обратите внимание, ситуационное недержание при половом акте, смехе, чихании, физическом нагрузке, если это не постоянно, если это редко, это ситуационное недержание. Если пациента это беспокоит, это будет уже чаще всего стрессовое недержание мочи. Ну и недержание мочи при переполненном мочевом пузыре редко возникает, потому что все-таки мы с вами все здравомыслящие люди, чаще всего это у психиатрических пациентов. Вот эта табличка, она мне очень нравится, если вы на нее обратите внимание, и если, скажем так, она кому-то нужна, можете сделать принтскрин экрана и затем ей пользоваться. Она очень четко расставляет все приоритеты. Ургентные позывы, да? Ургентные позывы – это повелительные позывы, красная площадь, да? При гиперактивном мочевом пузыре всегда при стрессовом недержании мочи их нету. Ноктурия – ночные вставания. Часто при стрессовом редко. Способность вовремя добраться до туалета, да? Пациенты ищут эти туалеты. У них они не могут чаще всего добраться до туалета, поэтому это симптом. Стрессовое недержание, они чаще доходят, спокойно идут в туалет, могут потерпеть. Для них это все нормально. Обратите внимание, большое количество мочи при каждом эпизоде мочеиспускания, при гиперактивном может быть большое, может быть малое. При стрессовом чаще всего малое, потому что сфинктер не работает и моча просто не может накопиться. Недержание мочи при кашле, при чихании нет. Здесь всегда не удерживает, поэтому оно называется стрессовое. Кашель, чихание, физическая нагрузка – определенный стресс, да? Поэтому и называется стрессовое недержание мочи. Гиперактивный мочевой пузырь. Гиперактивный мочевой пузырь – это все-таки чаще всего иннервация. Это мелатонин, это ацетилхолин, это норадреналин, это все те медиаторы, которые мы с вами уже обсудили, да? Это гормональный статус иногда тоже очень часто. И здесь обратите внимание, кофеин и снижение веса. Вот это очень четко нужно говорить пациентам, если вот на основании той таблички вы поставили именно у него гиперактивный мочевой пузырь. Стрессовое недержание мочи. Стрессовое недержание мочи, либо, если это женщина пред- или постменопаузы, чаще всего заместительная гормональная терапия. Причем здесь не обязательно официальные препараты, очень часто растительные препараты, аналоги биологически активных добавок, гормональные, очень хорошо помогают. Иглоукалывание, акупунктура однозначно, да. И при неэффективности это оперативное лечение. Если вы лечите пациента, видите, что отсутствует эффект, чаще всего нужно, конечно же, прибегать к операции, потому что это анатомические нарушения. Что будем использовать с позиций компании НСП? Ну, дикий ямс, понятно, да? Это как раз гормональный статус. Поэтому, если вы видите, что у пациентки имеются гормональные нарушения, а их очень легко можно определить, сухость влагалища – одно из первых, да. Проблемы с кожей, проблемы с волосами очень часто бывают. Опять же, проблемы с нарушенным менструальным циклом абсолютно чётко. При этом спрашивайте у женщин, какая у неё менструация. У меня хорошая менструация. Через сколько она идёт? Ну, через 35 дней. Ну, это ненормальная менструация, да. Вот. Или там через 20 дней – это уже ненормальная менструация. Соответственно, ну, когда 25, когда там 28 – это, опять же, ненормально. Для неё она нормальна. Опять же, я там использую 5-6 прокладок, у меня огромное количество сгустков, и я, в принципе, постоянно вся в крови. Это ненормально. Для неё, может быть, это нормально. Но для физиологии это ненормально. Это явно нарушение гормонального статуса. Поэтому на это нужно, конечно же, обращать внимание. Красный клевер. Здесь точно так же фитоэстрогены, но красный клевер ещё очень хорошо будет, если, допустим, нарушение самого по себе гормонального статуса привело и к дисбиозу влагалища, к циститу, именно воспалительному циститу, бактериальному циститу, да. Здесь повышение иммунитета абсолютно чётко работает. Но восьмёрка здесь очень много различных факторов, да, вот, которые в комплексе. Понятное дело, что это не препарат первой линии будет для лечения, но обратите внимание, есть у пациентки депрессия, да. Опять же, посмотрите, что будет лучше. Климактерические расстройства. 5HTP здесь либо пойдёт, либо, может быть, восьмёрка здесь будет лучше, да. Поэтому вот это вот нужно, конечно же, всё взвешивать. Соответственно, кошачий коготь. Но здесь противовоспалительный, естественно, эффект в первую очередь, особенно то, что касается различных бактерий, различных вирусов, однозначно, да, суперкомплекс витамины, микроэлементы, потому что я вам уже сказал о том, что действительно здесь существует большое количество различных нарушений факторов и гормональных, и микроэлементных, и витаминоподобных субстанций, самих витаминов и всё остальное. Ну, то, что касается мужчин, да, Копальмета, соответственно, мы с вами вначале говорили, не мог промолчать про мужчин, поэтому, естественно, скажу. Одном представительной железы, карликовая пальма, абсолютно чётко, облокатор фосфодиэстераза 5-альфа-редуктазы, поэтому уменьшение размеров самой представительной железы, улучшение качества мочи и спускания, имеется, скажем так, очень умеренный эффект, но снижение тестостерона, поэтому если мужчина не сильного такого, не сильной половой конституции, то здесь нужно понять. Если, скажем так, видите, что у него там и так с половым актом не очень всё хорошо, с эрекцией не очень хорошо, то назначение Копальмета может привести к тому, что совсем всё хуже станет, поэтому здесь, конечно же, актив Сеохимби будет ему в плюс. Про формула. Здесь точно так же смотрите на предмет полового акта по одной простой причине, что может снижение быть полового влечения. Нужно будет компенсировать. А так для уменьшения размеров представительной железы, для улучшения качества мочи и спускания, для улучшения работы самой по себе стенки мочевого пузыря великолепный для мужчин препарат для лечения именно самих по себе нарушенных актов мочи и спускания. Но благодарю вас на самом деле за внимание. Если вопросы какие-то есть, соответственно, как восстановить этот слой, я вам уже сказал о том, что здесь возможны гликозоаминогликановые препараты для восстановления. Кроме этого, возможно, инстилляции в мочевой пузы. Существуют сейчас специальные препараты, но это уже врачебная манипуляция, поэтому, естественно, не могу по определению говорить, потому что должны быть определенные показания. Но восстановление гликозоаминогликанового слоя штука очень-очень серьезная. И нужно восстановить и гормоны, и микробиоту, вернее, сначала микробиоту кишечника, иначе она не отдаст ничего на восстановление. Затем, соответственно, гормональный статус, микроэлементный состав, и затем уже давать дотации гликозоаминогликановыми препаратами. Если вы сразу будете давать только препараты гликозоаминогликановые, чаще всего вы ничего восстановить не сможете, потому что не будет базы, на которой будут восстанавливаться вот этот гликозоаминогликановый слой. Если я вам был полезен, то меня это будет очень радовать. Если же у вас остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите. Здесь и адрес мой электронный, и, скажем так, мой Инстаграм, подписывайтесь. Кроме этого, если есть какие-то недочеты с моей стороны, точно так же присылайте, потому что на основании тех же отрицательных отзывов мне будет намного проще понять, что вам нужно и как до вас донести то, что я имею в своем багаже знаний. Если же сама тема интересна и необходимо там продолжение, если есть какие-то нюансы, которые вы хотели бы, пожалуйста, связывайтесь непосредственно с организаторами. всегда за. Мы договорились о том, что у нас будет еще одна лекция, она будет касаться бесплодия и восстановления микробиота как фактора решения бесплодия. Там тоже поговорим очень о многих интересных вещах. Поделюсь собственным опытом. Поэтому следите за анонсами тогда. По-моему, это будет у нас 21 сентября, если мне память не изменяет. Но в конце все-таки благодарю всех за внимание, за активное участие. Вам всем здоровья и вашим близким точно так же. Поэтому удачи всем. Субтитры создавал DimaTorzok